Здравствуйте, в эфире Прима Медиа Лайф. У нас в гостях сегодня капитан парусного учебного судна «Паллада». Здравствуйте, Николай Зорченко. И второй помощник капитана учебного парусного судна «Паллада» Павел Старостин. Здравствуйте. Расскажите, как вас судьба свела с этим судном, как вы на него попали? У каждого своя история, я думаю. Я попал, скажу прямо, честно, случайно. Дело было в 1991 году, и я служил в милиции. Исполнял свой партийный долг там. Долг исполнил, и встал вопрос о возврате на флот, к чему я, конечно, стремился. И мы рады до сих пор, что мои старшие боевые товарищи пошли мне на встречу и так далее. И тут встал вопрос, что это за флот. Конечно, мне нравился научный Северский флот, Турниф, там были еще патрульные корабли и так далее. Но, что называется, судьбу решил мой друг и товарищ по мореходке Юрий Анатольевич Арседев, капитан «Паллады». Он сказал, что «Коля, нужны хорошие строевые офицера именно на «Палладе», потому что курсанты, сам понимаешь и так далее». Ну, к тому времени уже немножко лет прошло, что такое курсанты, я уже начал забывать, но с Юрием Анатольевичем согласился. Ну, оговорил, что рейс посмотрим, что получится. Ну вот, и смотрю уже 24-й год, что получается. А вы как попали на суд, расскажите? Тоже случайно, я пришел отдохнуть после контракта, развеяться, паруса, романтика, посмотреть, как это все происходит. Тоже вот год уже смотрю, на контракт потом не пошел, уйти не получилось, затянуло. Очень может быть, что через 25 лет тоже расскажу такую же историю. Тоже самое, придете, расскажете сюда, в нашу студию. А это больше призвание или это профессия основательная? Мне кажется, здесь, знаете, совокупность таких черт, которые определяют и профессию, потому что она морская. И парусники, слава богу, пока по морям еще ходят. Вот, и призвание, потому что век современных технологий, высоких скоростей, таких модернизированных новых судов, специализированных, и заниматься вроде каким-то архаичным делом, как парус, это тоже не каждый, например, даже морально может себя настроить на это дело. И я до сих пор встречаюсь со своими товарищами, которые и на рыболовном флоте, и в пассажирском флоте, и на контейнерах работают и так далее, на контейнеровозах. Те тоже удивляются, типа, что ты там зацепился. А курсант 20 лет назад и сегодня, это два разных человека? Абсолютно разные люди, абсолютно разные. Конечно, есть и общая. Общая, что их объединяет, как правило, тельняшку носят. Форма практически сохранилась, ну так, с небольшими изменениями. Но что их тоже объединяет и разъединяет, это мотивация. 20 лет назад курсанты были, скажем так, мотивированы строго на работу на флоте. Не все, конечно, до сияющих вершин достигали, там, скажем, капитанства, должности старшего механика и так далее, это все-таки уже продолжительный путь. Вот, но все были настроены, что это мы моряки, и надо вот закончить, отработать, посмотреть, а потом решить для себя в науку, пойти в преподавательскую деятельность, там, удариться, на флоте остаться или какую-то другую сферу приложения искать. Сегодня курсант немного другой пошел. Слово, что он будет работать на флоте, он что-то это воспринимает как-то, как посыл, который будто бы идет из космоса. Вот, и даже у пятикурсника спрашиваешь, где вы и как, чем собираетесь делать, он пожимает плечами, говорит, еще типа не определился, что само по себе диковато, конечно. Но слава богу, и к счастью, конечно, так, наверное, было и есть, и всегда будет, что есть. И очень хорошо мотивированный парень, для которых ясно одно. Он моряк, у него вот этап образования, практика, он уже начинает себе присматривать, он уже бывает в процессе практики, в процессе обучения на практике, ходил куда-то на контракт, он уже определился, что ему больше автомобилевоз нравится, континервоз или рыболовный траулер, и он уже держит курс вот в этом направлении. И много таких толковых парней? Думаю, что на треть рассчитывать можно однозначно, на треть, не больше. А девчата приходят к вам на суд? К сожалению, к сожалению, конечно, я вот Павла здесь поддерживаю однозначно, тем более он ближе, к нему девчонки ближе, возрастной все-таки сказывается. Невеста уже. Вот, невеста хорошо, но работник лучше. Дело в том, что работа на флоте, как и во многих других отраслях, она требует, скажем так, специфических черт. Ну, прежде всего, конечно, здоровья и сила. Трудно требовать от хрупкой нормальной, красиво сложенной девочки силу. Здоровье-то, может быть, и есть, но там нужно еще и упираться. И потом еще нужно, бывает, что сутками не сходить с мостика, не выходить из машины, какие-то сложные работы. То есть, то, что для парня, для мужчины это, в общем-то, как-то почти нормально, то для девушки, для женщины это, конечно, намного сложнее. Понятное дело, флот не захлопывает свои двери перед девчонками, но прежде чем пойти, особенно на такую глубокую морскую профессию, как, скажем, навигация, то есть штурман, надо очень крепко подумать, посоветоваться и, может быть, найти себе другое применение. А сам коллектив не расхлаждает девчата? Это же все равно уже совершенно другое. Вот, да, на примере курсантов тоже видно, особенно, когда девушка очень красивая, курит вместе со всеми, как правило. Курит это. Вот, каждый старается ей свою сигарету дать, она вроде у нее получше, послаще там и так далее. Конечно, девчонки вносят разнообразие в нашу жизнь. Без девчонок как-то поконкретнее, почетче и поярче. Это ясно, что каждый показывает свою хорошую, нормальную, мужскую, такую юморшескую натуру. Когда есть девчонки, тут уже, сами понимаете, выпендрешь, начинается время от времени, что, значит, надо показать не то, что я могу, а вот какой я есть. Вот, ну, жизнь как она есть, от нее никуда не денешься. То есть лучше им на суше ждать? Да, вот это самое лучшее дело, семья, очаг, дети. А как с семьей совмещать такое дело? Это наоборот хорошо, на пользу браку или нет? Семья тут тоже должна как-то хорошо, нормально понимать. Вот у меня, я уже, так сказать, по примеру своей жизни, Павел еще, конечно, молод в этом плане, но тоже может, например, сказать, ну, тоже уже можно сказать, как семья влияет на работу. У меня, скажем, очень много хороших людей, вот, моего возраста, с хорошим образованием, с хорошей подготовкой, но они моряки, причем это выпускники Долертуза, выпускники Двиму, сегодняшнего морского госуниверситета и так далее, но они осели в силу каких-то причин на берегу, чаще семейных. Жена ставит вопрос ребром. Дочь родилась, как правило, у моряков, что-то дочери чаще рождаются, ее воспитывать надо, в школу ходить с ней надо, еще чего-то надо, там внуки идут, то есть ходить по морям, конечно, некогда. Ну и вопрос, или я, или как я буду одна, там, и так далее, и тому подобное. Тут как-то и осуждать нельзя, сожалеть можно. Просто я знаю, что людей, которые бы могли сделать очень, принести большую пользу и флоту, и себе, и семье, в том числе, но не сошли на берег, они, конечно, тоже никто не пропал, потому что образование, которое дают морские учебные заведения, оно и глубокое достаточно, и всеобъемлющее такое, и, в общем-то, где угодно может пригодиться, и без куска хлеба никто не остается. Для меня просто жалко, что человек мог бы работать на флоте, он бы мог быть моим старшим механиком, он бы мог быть старшим помощником, который я бы хорошо передал бы свой корабль, спокойно уехал бы в отпуск, например, и так далее. А он вот живет дома, конечно, приходит в гости, как правило, скучает страшно, некоторые даже котера покупают, чтобы вот вроде эти средства, если позволяют, и так далее. Поэтому семья, конечно, должна понимать, папа моряк, значит, надо, чтобы дома был порядок, чтобы он не думал в море о том, что там на берегу творится, дети должны расти послушными, нормальными, хотя бы внешне. Создавать впечатление. Да, и одним словом, так сказать, душевное, нормальное успокоение. А по сути же в море это не просто коллектив, а как большая семья. Когда живешь, ты же не можешь выйти, закрыть дверь за собой, сказать, все, я не с вами. Ну вот я скажу свою точку зрения, поскольку я моряк, так сказать, старого поколения, Павел скажет свою. Понятное дело, что живешь, какой бы корабль ни был, хоть большой, хоть маленький. Хоть большой коллектив, ну сейчас слово большой коллектив, например, на промысловом флоте, нам до 200 человек, может быть, ну у нас вот 56 человек так, вот с курсантами до 200 поднимается. Но понятное дело, что это действительно одна семья. И дверью не хлопнешь, и никуда не уйдешь, и раз 20-30 на день видишься с человеком, который, может быть, даже их, может быть, его и раз в жизни посмотрел бы, и хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Но никуда не денешься. Он работает, особенно, если нормально все хорошо исполняет. Ну, бывают какие-то вот такие антагонизмы и прочее. Хотя, надо сказать, как-то, знаете, в замкнутом пространстве, на определенной территории, это очень здорово сказывается. Ну, раз посмотрел, второй раз посмотрел, ну вот что-то никак. И пригляделся потом. И уже не хочется вот так сидеть, а уже куда-то. И начинаешь чувствовать, или я должен уйти, или он должен уйти. Ну, это вот мое мнение такое. Ну, хотя бы, вот могу сказать одно. Обычно люди прирабатываются, особенно, когда интересная работа, интересный проход. Приработались, притерлись. И вот мы сейчас работаем, я сегодня на корабле старшим остался с 91-го года. За мной идет вот старший механик Петр Владимирович Холдоба с 93-го года. И вся его дружная машинная команда. Они примерно в 93-м году пришли. На палубе у нас старший боссман, он примерно с 95-го года, с 94-го года. Конечно, мы настолько притерлись, что когда он уходит в отпуск, ходишь, как потерянный, и где-то вот, скажем, Юрий Александрович, там, или Николай Иванович, его нет на палубе, нет с кем вроде чай попить даже. Потому что привыкаешь вот к укладу жизни, к своим людям, ну, раз уже столько лет, то, естественно, что это уже родные. И уже и не к интересам живешь. У вас еще года, да, нет, получается, на судне? Да, почти, в ноябре. Я думаю, в этом смысле очень сближает сам процесс работы. То есть, чем ее больше, наверное, в этом смысле, тем лучше. Когда ты постоянно занят, хочешь только есть, пить и спать, то все эти люди тебе коллеги, ты им рад, потому что они тебе помогают, ты помогаешь им делать, и одно дело, как звенья одной цепи. Есть, пить и спать, это хороший симптом на морской жизни. А как самоорганизовываться на корабле и отдыхать? Вот это же человек уходит с работы, у него сразу включается режим отдыха, можно сказать, да? Где-то книжку почитать, там поезжать. Просто до ужаса, должен сказать. Ну, прежде всего, конечно, работаем тоже, не 24 часа, находясь на работе все время, круглые сутки, но есть вахта, есть подвахта, есть свободное время какое-то. Оно, правда, довольно регулярно, то в ралоне перерывается, там, то еще чем-нибудь. Только вроде как прилег, ноги протянул или вытянул слегка, и тут вдруг справа по борту киты. Естественно, что бросаешься все и думаешь, ну, потом, когда вылетел, посмотрел, да, киты или тут косатки прямо вот рядом. Потом думаешь, ну, полчаса прошло, насмотрелся на них, типа, вроде я их не видел. Ну, и тем не менее, не усидишь. Точно так же, обычно рабочий день заканчивается где-то в 17.30, Паша ходок по палубе, народ начинается на спорт-тайм выходить. Вот, и начинается, значит, кто ходит, кто музыку ходит, слушает, кто там отжимается, кто подтягивается, у кого кроссинг и так далее и тому подобное. Спорт, это, в общем-то, большую роль. А кто задает темпы? Это же тоже надо дисциплину иметь. Да, я думаю, у нас на сегодняшний день Петр Владимирович Холдоба задает. Да, отцы командира и пока выигрывают. Вот, ну, так 20 лет один день у нас. Да, и я вот еще помню, в 91-м году пришел, ну, как-то, если час не побегать по палубе, то вроде день пропал даром, это уже точно. Вот, потом это в привычку вошло, потом народу много, потом курсанты, глядя на старших. И такая вся палуба, это спортплощадка хорошая, нормальная. Ну, плюс ко всему, раз курсанты, значит, их же чем-то занимать надо. При этом, ну, наверное, в 2 недели раз у нас какие-то судовые спорты-океаны. Подтягивания, отжимания, гиря, иногда армор-рестлинг, а завершать все это дело, если они не упадут до этого, иногда падают вместе с ногами. Да, это нормально. Ну, и глядя на курсантов, они много молодых, интересных и спортивных, главное. И есть хорошие спортсмены бывают. Вот у нас Дарья Птузи в этом плане, помню, как-то был чемпион по кикбоксингу, чемпион по боксу, там еще какие-то. Ну, очень хорошие ребята. Им, конечно, надо хорошо тренироваться, себя поддерживать в форме, глядя на них, и другие начинают. Потом спартакиаду провели, оказывается, что 20 раз подтянуться, это, в принципе, каждый может. Даже тот, который сегодня просто один не подтягивается. Смотришь, к концу плавания он уже тоже раза 2-3 там что-то висит, там делает. Ну, потому что окружение влияет, хорошая сторона. То есть в этом плане, ну, что еще? Дискотеки иногда бывают. Даже так, не вижу этого. Да, и даже трогательно смотреть. Одни мальчики, но дискотека нормально. Представить не могу себе. Да, и музыка хорошая, значит, там эти лампочки крутятся, мигают. И даже бывает так, ну, как положено, распорядок хоть умри. Вот в 22-30, ну, вот еще бы 15 минут. То есть работа-работа и отдых по расписанию. Да, конечно, конечно. А все равно учебное же судно отличается от обычного. С молодежью нелегко работать, надо быть большим учителем, чтобы с ними язык находить. Дело в том, что если на нормальном, скажем, корабле, там процесс, он идет, он уже более или менее отлаженный. Вахты, работы, там еще что-то и так далее. То есть здесь тоже он отлаженный довольно четко. Это и занятия, и вахты, и дежурство, и лекционные занятия. Павел, например, читает лекции. Я, когда старшекурсники, тоже читаю с ними лекции. И занятия проводим и так далее и тому подобное. В общем, колесо крутится, и мы все как белки в нем. И выпрыгнуть в сторону, ну, при всем желании, очень-очень трудно. Я знаю, что вы в кругосветное плавание ходили. Расскажите, каково это? Мое первое кругосветное плавание, конечно, сейчас уже надо вспомнить, о каком идти идет речь. Я их сделал четыре, слава богу. Они отличаются друг от друга? Да, маршрутами отличаются, людьми отличаются, условиями, в которых... Кругосветное плавание, надо сказать, это вообще-то очень сложное предприятие, которое наряду с судовладельцем организовывает почти все государство. Корабль уходит куда-то далеко. Это экспедиция, по сути дела. Его нужно снабжать всем необходимым и в Атлантике, и в Индийском океане, и в Южной Америке и так далее. По всему миру нужно гонять и материальные ресурсы, и средства, и организовывать, и дипломатическое обеспечение и так далее и тому подобное. То есть, это сразу готовится постановление правительства, что плавание посвящено какой-то дате хорошей, интересной и так далее. И сразу дается поручение целому ряду министерств, которые нас обеспечивают. Конечно, основная работа ложится на судовладельца. Вот если будет как-нибудь в вашей студии ректор нашего университета Ким Георгий Николаевич. Наша кругосветная плавание, несмотря на то, что оно хорошо, нормально прошло, было организовано, но оно его, по-моему, даже подсеребривилось слегка. Не позолотило, но подсеребривило. Поэтому задайте им этот вопрос. И он скажет, что значит организовать его и провести. Понятное дело, что основная работа на моряков ложится, но постоянно чувствуется. Мы-то делаем свою работу, обычную, нормальную работу. Паллада, что так 8-9 месяцев в году проводит, что в кругосветном плавании 10 месяцев, примерно в 10 уложились. Но сама организация, она, конечно, уже совсем по-другому направлена. Одно дело, мы где-то здесь, недалеко, в Японии, в Корее, в Китае, во Вьетнаме, в Сингапуре. И совсем другое, когда мы на Кубе, в Венесуэле, на Азорах и еще там где-то и так далее и тому подобное. Это все тоже требует и контроля, и надзора, и отчетов, и докладов. И самое главное, что такой момент переживательный. Как мы там, и не дай бог, чтобы там какое-то пятнышко и еще что-то, престиж государства и все, что с этим связано. Ну, слава богу, все проходит хорошо. То есть это не только работа, вернее, это не только романтика, но это еще и большая работа. И работа, и причем это и ответственность такая. Ну и потом, когда все хорошо проходит, когда вот ей, например, организовывают нам торжественную встречу на 33-м причале, дети радуются, как дети, выпускают шары, моряки тоже, как дети, скажут, желание поймать это шар и прочее. Потом, конечно, награды какие-то и так далее и тому подобное. Это здорово стимулирует. Нет ничего, наверное, более важного, как вот общественная признательность своего труда, собственного труда. Хотя бывают и подвиги люди совершают, и более. Я вот представляю историю Приморского края, Дальнего Востока, она вся на моряках. И вот то, что сегодня встречаются корабли с именами известных наших моряков, капитанов и так далее и тому подобное, ну, это, конечно, вот дань нашего уважения и памяти и прочее, прочее. Так что это все имеет место быть. А каков возвращаться, когда посмотрел весь мир, видел очень многое количество там портов, да? Как Владивосток, когда заходишь, ощущения? Я скажу свое. Хорошие. Ну, прежде всего, конечно, знаете, вот я на Седовье возвращался, и Владивосток меня порадовал своими изменениями. Ну, на подходе мосты. Они настолько Владивосток перекрасили, что это уже примерно как на Сан-Франциско, действительно. Один из руководителей нашего государства, Хрущев, когда-то говорил во Владивостоке, году, наверное, в 61-м, втором, старое поколение старшее должно помнить, что Владивосток мы сделаем лучше, чем в Сан-Франциско. Кстати, в Сан-Франциско мы в Вале, и там есть Russian Hill, и мы там открыли мемориальную доску. Да, там наши моряки российского флота в 863-м году погибшие на пожаре, встречали моряков хорошо, поэтому спалили полгорода. Вот, да. Со спецэффектами. Да, 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 да. Ну, и тогда не было китайской пиротехники, все горело очень хорошо. Вот, поэтому там покоится прах наших моряков, мы там доску памятную сделали и так далее. Ну, конечно, город красивый. И вот сегодня Владивосток реально напоминает, даже уже только ложишься на створ, там еще в Уссурийском заливе, и вот уже мост с русского острова на Поспелов, с Поспелова на Назимов, ну, он уже совсем дает. И на входе в Золотой Рог эти пилоны, видны бог знает за сколько, ну, это уже картинка интересная. И плюс ко всему архитектура на Владивосток, вот за последние, наверное, лет 7-8, ну, максимум 10, наверное, когда стали Высоткиные Гешель, особенно, строить, он стал современным. Потому что, ну, когда подходишь с моря, пятиэтажки, крыша вот такая плоская, на которой вода хорошо собирается, вот, какой-то он такой серо-зелененький, ну, может быть, такой желтоватый, серо-желтоватый, ну, скажем так, он-то наш родной, мы к нему привыкли и так далее. Ну, после того, когда видишь, скажем, Сингапур и уходишь из Сингапур, там вот Сингапур тает в дымке, и, в общем, 20-30 видно, ну, там у Москвы, он по 100 этажей, или если не больше. Это, конечно, как-то не так. Ну, Владивосток хорошеет, это действительно и заметно, и хорошеет, ну, набережная, вон, Цесаревича Николая или Константина, вот, украшает город. То, что делается, конечно, это заметно лучше, но в то же время, конечно, на фоне, скажем, китайских городов, того же, например, Даляня, видно, что мы просто-напросто как-то довольно слабо развиваемся еще. Есть у нас, наверное, внутренние возможности для роста просто несоизмеримые. Мы раз в год бываем на каких-то фестивалях парусных, там еще где-то что-то, и видя, как радуется народ, когда приходят парусные корабли в Нагасаки, там, в Йосу, еще где-то. И вот мне, честно говоря, мечта, чтобы и у нас тоже пришли парусники, и наш народ Владивостокский, ну, прям вот дня три-четыре ликовал, а потом вот смахивал слезу до следующего года. Вспоминал, какие парусные корабли красивые, какие моряки, и чтоб никого никто не обидел, нигде, и так далее. А что сделать, чтобы так было? Как привить горожанам? То, что, ну, работой, конечно. Говорить можно сколько угодно, но пока не появятся корабли, вот день военно-морского флота, вся набережная усыпана народом, весь Владивосток устремляется посмотреть на свои корабли. Ну, это такой подъем и прочее. Или когда день открытой двери, хоть на палладе, вот мы стояли у военных неоднократно, или у военных открытой, да там столько народа, весь Владивосток желает. То есть интерес потрясающий, потрясающий. Его надо развивать, чаще устраивать хлеба и зрелища, это однозначно. Люди жаждут, да? Да, и потом привыкаешь, что это вот красиво, тут центральная набережная, корабли в ряд стоят, народ сходит, какие-то музыкальные там и прочее. У нас-то тоже устраивают такие фестивали, что просто ничуть не хуже. Но для парусных фестивалей слышно где-то, что к 155-летию мы хотим ударить мы, значит, городской совет, мэрия и прочее, вроде как регаты небольшой или фестивалем. Это было бы, конечно, очень здорово. 155 лет назад прапорщика Комарова, как ни странно, но он пришел на пароходе с парусным вооружением. И высадили его уже. Ну, к тому времени уже пароходы были с парусными и так далее. И вот это повторить все хотя бы, это было бы очень здорово. Конечно, пригласить. У нас есть морской вокзал, хороший. У нас есть городской бульвар, есть, где поставить корабли, есть, что показать гостям и прочее, прочее, прочее. То есть мы эти спецэффекты можем устраивать тоже не хуже. Создать, да? Да. А вот морские дни, один похож на другой или нет? Все равно же находишься в море, картина меняется? Нет, абсолютно не похожа. Ни один не повторяется. Скорее наоборот. Это природа или от чего это зависит? От движения. Корабль постоянно находится в движении. Вот сколько мы бывали, в дрейф легли на двое суток, где-то хорошо пробежали, и двое суток в дрейфе лежим. Ну, скука. А вот когда бежишь, ну, то же самое, море, горизонт. Море, горизонт, небо. Да, берега не видно нигде. Но есть движение, сокращается расстояние, скоро будет берег, скоро там заход или окончание, еще что-то. Это как-то мобилизовывает. Ну, Паша молодой, может быть, у него как-то по-другому восприятие. Такое же восприятие, да? Все так же. Часики тикают, дни на календаре зачеркиваются, берег ближе, порт ближе. Постоянное движение. Это же какое-то отличное ощущение, когда живешь в городе, это суматоха и не замечаешь. А когда море, это же тоже как-то стабилизирует внутренне, наимфилософом становишься. Вот время от времени надо выходить в море, чтобы осмыслить, как хорошо жить на берегу. Когда? Да, наоборот. Конечно, склад ума человека, его интересы, ну, вот это в совокупности. Ну, Владимир Даль, например, он моряк. Моряком не стал, но зато он оставил какую память о себе. Ну, где-то морское в нем сидело, потому что в его словаре столько много всех этих морских терминов и объяснений, даже сугубо береговых. Я уж не говорю о том, сколько много людей вышло из флотской среды, которые славу России принесли в Приморскому краю, Владивостоку. Ну, Павел Куянцын, например, художник, капитан дальнего плавания, писал картины. Сколько интересных капитанов, которые, например, пишут книги, воспоминания и так далее и тому подобное. Я припоминаю, я в далекой сибирской деревне прочитал «Бессмертных». Значит, «Годы и море», что-то такая книга у него написана. И он примерно так своими словами описывает, как он в Владивостоке прожил всю жизнь, как он ходил по морям и прочее, прочее, прочее. Просто потрясающе. Много очень такого хорошего, интересного, действительно, для осмысления. В море меньше суеты. Да, я вот об этом... Не надо домой идти, а из дома, значит, идти утром на работу. Хотя бы уже поэтому, уже появляется излишек свободного времени. Свободного времени, это точно. Да. И потом есть какая-то возможность, не спеша, найти себе собеседников, товарищей, с кем вот интересно общаться. Люди стихи пишут, картины пишут. Что еще пишут? Много, что пишут. То есть все равно творчество способствует, да, море? Да, думаю, что на полный ход. Зависит, если еще нормального развития человека, у него нормальные интересы. Правильные, да? Ну, ну, с Павлом, например, перечитали дневники Жанна Франсуа Догало, графа Делла Перуза. Интересно. Паша первый обратил внимание, поскольку читал раньше, потом дал мне почитать. Так-то интересно, как он тут вокруг наших родных берегов ходил. Но это только начало нашей, так сказать, совместной библиотеки. Ну и вообще много чего интересного, конечно. Кто-то не добирается до этих произведений, потому что некогда, постоянно некогда, некогда, да? Ну, это уже две недели на берегу. Ну, кроме так газет, быстренько одним глазом посмотреть, в принципе-то не удается. Какие уж там книги. Вот, но читать, конечно, надо. А вот если перебираете что-то в памяти, какое приключение вспоминается? Ну, это зависит от того, кто вопрос, какой задаст. Или кого встретишь. Вот, встретил человека, с которым, предположим, что-то вместе интересно было, или где-то были вместе, или там пережили что-то. Ну, конечно, вот это вот как-то оживляется. Самое интересное, какое-нибудь плавание, которое отложилось. Может быть, не знаю, какая-то сложная по природе ситуация была. Может быть, шторм, и не знаю. В море же это стресс? Шторма запоминаются. Потому что это где-то так на грани. Особенно, когда влетишь в тайфун, еще под паусиной. А что чувствуется? Да ничего, ничего. Это же ужас какой-то. Ничего, ничего. Работаешь. Четко надо делать. Думать, честно говоря, некогда. Там сказывается наработка, практика, знание, опыт. Иногда в таких экстремальных условиях работаем с парусами. Там что-то такое. На мостике стоишь, ну, пока вот курсанты и моряки не спустились на палубу. Ну, сложновато. Народ спускается, оживленный такой и прочее, прочее. Утром на подъеме флага где-нибудь. Так, товарищ, ну, спасибо вам за службу. Вчера хорошо отработали. Страшно было или нет? Подумали, подумали. Сегодня страшно, а вчера нет. То есть нет курсантов, которые морально неустойчивые, бегают, кричат. Мы все умрем, например, там, если судно качает. Очень сильно. Нету таких, да? Курсанты этого не боятся. А, они нам будут правы, да? Я боюсь. Они тоже, может быть, слегка боятся. Курсанты не боятся, это точно. Бесстрашные молодые. Чем страшнее, тем интереснее. Правда? Где-то, видимо, подспудно убеждение, что все будет хорошо, в конце концов, и так далее. А у себя испытать надо. Был курсант Гоша. Наш, до люкту завезал. Ну, сильный страшный, просто сила там, откуда, ужасная. На баке стоит, и в этот момент волна. Иногда кадрики показывают, волна ударилась бакой из-под подзора. Через весь пароход пролетела, снесла все, что было на настройках. Вот. Народ там катался метров по 30 по палубе. А Гошу волна сбить не смогла. Он так ухватился за металлические нагеля, это вот такие вот штуки. Вот. Так их сжал. И когда все прошло, смотрю, говорю, Гоша, почему на вас трусы мокрые? Вот. Ну, жарко было. Он говорит, это не я. А сам руки от нагелей не оторвет. То есть, как цепился, вот так вот. Ну, можно себе представить, удар волны какой силы, что там улетело все, что только можно было улететь. Вот это для него, конечно, интересно. Вот так вспоминаешь. Вот как это в жизни бывает иногда. А вам какая ситуация запомнилась? Да у меня все ситуации на памяти. Все запомнилась. Для нас это... Видимо, это уже немного. Что каждая на счету. Работа и ответственность. А для пацанов это залихватский гусарский задор. Стараются еще и камеру привязать, кемки, и телефон втихаря положить в карман, чтобы заснять забывающийся момент. Чтобы он потом упал, и у кого-нибудь голова зазвенела. Да, бывает. Но вы смотрите на них, у вас же тоже еще свежо, совсем молоды. Помните свое состояние, когда вы были... Ну, свежо-то на свежо, но воспитывать-то надо. Уже это приходится делать мне, поэтому... Тут уже недовоспределение. То есть уже есть одноучительское. Делай, как я сказал. Да. Уже так. Это разница большая вот между молодым командиром и вчерашним старшим курсантом. Даже потому что у него сегодня вахта, у него сегодня бак, у него сегодня фок-матч со всеми десятью парусами. У него под руками боссман, пяток матросов и сорок кадет. И все должно работать, как вот хорошие часы. Понятное дело, что там пока работает, вернее, заработал, значит, молодец. Вот просто я рад, что приходят хорошие вот парни, подобные Павлу. Хорошо... Это и механики такие бывают. Вот. Они хорошо вникают и сразу начинают понимать. Бывает иногда, что вот ему и раз сказать, и два, и три. Ну, что-то не догоняет парень. Понятное дело, что он, ну, на один рейс. И так далее. А вы сразу определяете, когда приходят ребята? Да, сразу? Сразу видно. Для начала, во время беседы, когда приходит молодой специалист, во время беседы буквально в течение пяти минут стало ясно, как он учился. Если он учился нормально, он так немножечко понимает, это уже, в принципе, подходит. Потом, самое главное, какие у него организаторские качества, командирские качества. Вот. Какая у него внутренняя такая сила, потому что надо, все-таки я же говорю, вот у него под руками, предположим, почти 50 человек. И они чаще, когда все хорошо, он на мостике, а не на палубе. А когда какая-то ситуация экстремальная, когда нужно очень четко работать на гитовых, на брасах, на горденях или на шкоты, и все надо налегать, и всех надо распихать, это все-таки 50 человек, и ситуация меняется в каждую секунду, то на один бортпароход ляжет, все туда покатились, а надо наоборот. Они только выстроились, только успели подняться, тут уже на другую сторону, опять покатились. Вот, а что кататься? Кататься не надо, надо работать. Это все в его руках, потому что от него очень много зависит. Если он этим делом управляется, молодец. Это уже однозначно. Человек созрел, становится, и молодец, этим словом. У вас, насколько я знаю, вся жизнь вообще с морем связана, несмотря на то, что вы молоды совсем. И школа была. Как так получается? Это решение родительское? Ну, это пришло само собой. Отец у меня яхтенный капитан, и, видимо, у меня просто было некуда деть. Так я попал в яхт-клуб. Хороший мессер в мессердиском саде. Судя по достижениям, да. Набирала обороты, и вот я на палладе. На радость Сергея Валентиновича. Нет, ну, это уже продолжение, конечно, хорошее, я знаю отца его. Вот, и когда Павел пришел, я, честно говоря, даже не поверил, вроде и отчество совпадает, поинтересовался, да, правда, Сергея Валентиновича старости на сын уже, ну, молодец, вырос. Значит, не зря мы с Сергеем Валентиновичем свою жизнь ведем и так далее. Ну, а то, что вот уже работает хорошо, это, что называется, не хваляя и не выбирая, ну, человек на своем месте. То есть, это такая преемственность в каком-то. А много морских ребят, да, которые вот как раз из морских семей выходят? Или есть те, которые в профессорской семье, например, взяли и решили, что пойдут в море? Вот как ни странно, но из морских семей парней меньше. Правда? А почему так? Я вот всю жизнь над этим думаю, вот у моих, сколько друзей, товарищей, детей, и которые хотели бы, ну, передать свою профессию. Ну, привыкаешь, я бы тоже, например, у меня дочь, ну, если бы я был бы, был бы сын, вот, мне бы хотелось бы, чтобы он где-то тут бы рядом был на проходе. Ну, это хорошая, нормальная будничная работа, а то вдруг пойдет в таксисты, там скорости всякие разные. Или в доктора еще, не дай бог, там, или в банкиры, не дай бог, что-то случится и так далее. Конечно, это очень сложно, непонятно, чем он вообще занимается там в банке, скажем. А вы в море и не можете никак посмотреть. В море ясно и понятно, уже знаю, чем он занимается, можно где-то подсказать, где-то еще как-то и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, значит, дети, видимо, или сызмальство, насмотревшись на жизнь отца. Кстати, есть морские дети, хорошие, нормальные дети, уже и второе, и третье поколение, и, наверное, четвертое поколение такое же будет. Но, все-таки, их немного. Чаще первое поколение, конечно, закрепляется хорошо, потому что карабкается сам по себе, без помощи. А то, чего сам достиг, это наиболее дорого, мне кажется. Поэтому первое, второе поколение моряков, да. Потом все это как-то сходит на нет. Может быть, три поколения в семье это держать и не надо. Но я знаю, например, и других капитанов, и старших механиков, и прочее, прочее, что дети идут по стопам, дети идут по стопам, и даже опережают, и прочее, прочее. Они растут в этом, формируются. Россия морская держава. От мамы очень много зависит. Если мама будет говорить, что папа герой, потому что он только за то, что он ходит в море, мальчику тоже захочется быть героем. А когда мама говорит, вот соседский дядя, гвозь вобьет, хоть как следует, дверь починит. Вот, он дома каждый день, а твой папа, вот, ты когда его последний раз видел? Или когда он дома хоть, скажем, стакан склеил или еще что-то? Ну, нельзя такого в жизни. Понятное дело, что где-то под создателем думает, нет, я таким не буду. Вот, буду лучше вот там замки чинить или еще что-нибудь. Ну, в общем, как сосед, который никаких морей ему не надо. Это где-то, в общем, закладывается, наверное, на самом раннем таком возрасте. Морских пап еще воспринимают, как Дед Мороз. Приезжает раз в год. С подарками. Это счастье, радость. Ну, это тоже имеет место быть. Так и есть. Да, так, бывает, бывает. Конечно, мы, например, вот, наше руководство университета, как-то давно идет навстречу, например, берем детей с собой в рейсе. И очень много и дочери, и сыновья проводят, и уже третье поколение растет. Вот, на моих глазах растет уже третье поколение детей. Да у меня у самого дочь сама и ходила. Сейчас внук уже 12 лет скоро будет, тоже подрастет маленько. Ну, вот вам преемник. Да, и пойдет, и пойдет, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, может быть, может быть. Но навязывать не будете? На периоде становления, когда человек ломается? Конечно, бы надо. Показать надо. Хорошие стороны бытия этого морского. Надо показывать. Подпомочь. Нельзя заставлять. Знаете, вот заставлять, когда вот железной рукой и в светлое будущее, скажем. Но посоветовать стоит. Вот. А посоветовать именно так. Завести на корабль стоит. А он у меня растет на корабле. Он кадет президентского кадетского училища. А, конечно. Но он на корабле проводил очень много. Практически вырос. Все стоянки он на корабле, на корабле, на корабле. Даже в детский садик не ходил. Только на корабле бы идти. Ну, это же во благо вообще детские сады. Кто-то говорит, надо в них идти. Кто-то говорит, что лучше с мамой, с папой дома не портить ребенка. Как правильно? Садик, конечно, нужен. Хотя бы потому, что если бы был бы садик дома, то есть четверо детей, скажем. Это тоже хорошо. Но когда ребенок один, и он вырастает не просто индивидуалистом, он вырастает страшно диким. Кроме компьютера, планшета и телефона, ему больше ничего не надо. А жизнь-то не так, что вот сижу один и процветаю. Нет, конечно, процветать надо только вместе со всеми и в коллективе и так далее. К этому надо тоже привыкать. Другое дело, каким садик должен быть, что там должны, как их должны воспитывать и прочее. Это другой вопрос, это уже педагогика, наверное. А то, что ребенок должен жить в коллективе, со сверстниками и прочее, прочее, с разносторонними интересами, мне кажется, это правильно. А что вот нужно, чтобы человек правильно сформировался, чтобы вот пришел, да, и поразил вас парень 18-летний, например? Какие-то правильные приоритеты? Родители, прежде всего, которые бы вот так, родили бы его крепеньким и здоровеньким, которые Паше говорили, что он в яхт-клубе вместо детского сада время проводил. Вот это большой плюс. Правильно, да. Прежде всего, конечно, родители. Вот честные, хорошие, нормальные родители, которые хотят добра, ну и как-то вот направляют. У него формируются вполне определенные уже взгляды на жизнь. Далее учебное заведение, школа, конечно, и учебное заведение. Есть хорошие, нормальные ребята, но он может фамилию написать с ошибкой. Как-то у нас было четыре Полищука. Все четыре разные фамилии. Мне случайно конспекты на глаза попались. Я смотрю, что-то как-то нет. Попросил паспорта, принесли паспорта, смотрю, я понесли. Все одинаково. Полищук, Полищук, Полищук. Пригласил командира роты и говорю, пригласите мне всех Полищуков наших. Товарищи, вот чьи конспекты, ну, мои, мои. А как вы догадались? Ну, по почерку. Что у вас написано? Полищук. А вы же Полищук. Какая разница? Какая разница, действительно. Могут вместо Иванова Еванов написать. Даже так? И так даже могут. То есть, вот лично у меня сегодня проблемы к средней школе. Вернее, претензии к средней школе. Очень слабые. А потом, когда он приходит в колледж или в университет, а там еще старая профессура, которая формулу Матусевича пишет, не глядя. Они там на всю доску, это полформула только получается. Они за сердце хватает, когда такое видят. Да, он даже не понимает, что он там рисует. А он всего лишь навсего гироскопию, элементарную гироскопию объясняет. Ну, как ее объяснить интегралы, когда он, прежде чем сложить, вот если есть калькулятор, это еще выручит. А по памяти уже никак. Кирпичи должны по очереди складываться. Да, да, да. Всему свое место и время правильно же. Абсолютно верно. Вот этот фундамент, вот это самое главное. Ну, конечно, это не уменьшает, скажем, то, что и качество ребенка, парня. Вот, но ему, конечно, сложнее уже. Вот. Ну, к счастью, бывают и хорошие школы, и хорошие школьники, и хорошие курсанты, и хорошие моряки. В общем-то, жизнь продолжается. А Россия, Россия без флота нельзя. Россия без флота, это не Россия, конечно же. А у вас вот 25 лет недавно был у Судна праздник. Да. Какие планы, итоги же какие-то подводились? Ну, 25. Сделали 128 рейсов различной продолжительности. Самые дальние, конечно, где-то 10-11 месяцев у нас было. Две кругосветки у нас за спиной. Ну, по-моему, где-то 48 государств, которые мы посетили. И примерно 148 портов, это так по памяти, может, чуть-чуть ошибаюсь. Но могу сказать одно, мы не были только в Арктике и в Антарктике. А так везде, в Америке, в Северной и в Южной, в Австралии, в Северной части, в Южной части, в Новой Зеландии. Я уж не говорю про наши, так сказать, добрых соседей, японцев. Мы там посещали примерно 20 портов в Японии. 20 портов, сейчас так не вспомнишь. Южная Корея, 7 портов. В Китае, 3 порта. Это Долиань, Циндао, Шанхай. Это Сингапур, это Австралия, как я уже сказал. И плюс ко всему, за две кругосветки мы посещали порты Европы. И даже такие экзотические. Типа микронезия французская и остров Попе-это. Нормальный человек, в принципе, даже не знает, где это есть. Можно сказать, далеко от острова Пасхи. Но сюда ближе к Новой Гвинеи. Вот так, к примеру, географически. Сува, Фиджи, там всякие разные и так далее. Но много-много интересного было, конечно. И если говорить еще о цифрах, ну прошли, по-моему, 800 тысяч морских миль. То есть до Луны и обратно, это безо всяких проблем. А длина экватора 22 тысячи. То есть если все сложить, так 40 раз только вот так можно колесить и так далее. Конечно, много корабль ходит, много хороших дел на нашем счету. Много и с хорошими, так сказать, дипломатическими миссиями ходили. Что называется, народная дипломатия. И много чужих курсантов, кадет, студентов на нашем борту бывало. В нашей памяти что? Сингапур, Бруней. Во, видите, экзотики. До сих пор, уже сколько прошло, полгода пишут письма. До сих пор, по впечатлениям от нашего корабля, от этой практики хорошей. А в планах что значится? В планах, вот 15 год, это год 70-летия Великой Победы. И у нас посещение всех тех мест, ну, в общем-то, азиатский, азиатский регион, которые как-то связаны с войной. Это и Филиппины, и Манила, и Китай, наш союзник, и Корея, где мы хорошо работали. Ну, естественно, традиционно Сингапур. Тоже был нашим, хоть он не был оформлен как союзник, но это британская колония, мы с Британией, с Великобританией были вместе. Опять же, Малайзия, вот, это вот, так сказать, в общем контуре. Посещение других мест, Курильские острова, Камчатка. Сахалин как-то проходит мимо нас, там тоже много интересных мест, может быть, даже еще и на Сахалин зайдем. То есть этот год будет посвящен тем местам, где проливалась наша русская кровь, в общем, которые значимы места в истории и Советского Союза, и России. А вот вас может еще что-то удивить, да, вот столько впечатлений, столько знаний, весь мир, можно сказать, видели, вот это вот, ах, еще существует, когда что-то видеть, или уже нет? Да, я думаю, существует всегда в любом возрасте. Конечно, сказать, что все сделано, вот, интересно, есть Дальневосточная ассоциация морских капитанов. Правда, я давненько на ней уже не был, вот, но там, когда собираются люди, это люди, которые уже в массе постарше меня, которые походили по морям побольше, чем я, за плечами которых жизнь, наверное, не менее сложна, чем у меня. Это я про себя говорю, потому что тоже уже 20 лет капитанов, даже больше. Вот. И после официальной части, когда Петр Иванович Осичавский, которому, кстати, на днях юбилей, вот, после официальной части, которую Петр Иванович проведет, начинаются разговоры за жизнь. Вот это самое интересное. И много такого, чего, конечно, тем более сейчас, вот, в географии наших плаваний, за счет, вот, интеграции наших российских моряков в международных судоходцев, Паша выполнил сонду на контракте, я, как-то, свой отпуск на контракте тоже провел, вот, и люди тоже, которые работают в иностранных компаниях, там, и прочее, прочее, это кладезь, это просто кладезь, которым можно и вникать, и смотреть, для тех, кому это интересно, это, что называется, слушай, не переслушаешь. Примерно такая же картина в Владивостокском морском собрании. Там тоже моряки и отставные, и действительно, что называется, морской службы, и там много интересных событий, которые как-то отмечают. Ну, это вот, в следующий раз, спросите, Петра Ивановича Осичанского или Владимира Викторовича Буракова. Они вот объединяют эти два морских, больших морских объединения. Я просто рад, что в Владивостоке существуют такие вот морские объединения. Там действительно слушай, не переслушаешь. И там действительно, ага, рот открыл, и как-то по-другому его уже закрыть надо. То есть есть люди, да, которых хочется слушать, слушать и слушать. А вот, ну, слушай, по большей части, вот сплетни, интриги, часто же такое бывает, да, смена людей, события, новости обсуждают. Там сбили, здесь еще что-нибудь, дождь пошел. А в море что вы обсуждаете? Вот, если вы сидите, например, чай пьете, да, что на повестке? Знаете, конечно, последний весь год, может быть, чуть-чуть меньше, волнует события на Украине. Потому что, в принципе, смотрите, вот на корабле, чем хорошо, что хорошее? Каждый занимает свою нишу согласно своего диплома, должности и так далее. И сказать, что, ну, на берегу, понятное дело, люди, примерно, может быть, одного возраста, одного образования, выпускники одних и тех же, вузовы и так далее, как-то на равной ноге всем. На флоте все-таки существует градация. У каждого своя должность. Пришел парень, Павел третьим помощником, вторым помощником станет. Через определенное время вот диплом получит, Тарповский уже может рассчитывать на другую должность и так далее. То есть сказать, что вот он сидит и думает, ага, вот там Кузьмич сюда-сюда, я там, и так далее, как-то не приходится. Не приходится. У каждого свое место. Поэтому вот такие житейские бытовые, они, конечно, подальше от нас. Это вот сама жизнь подсказывает, что там этого поменьше бывает. Но общеполитически, куда мы идем, что делается в Китае. Понятное дело, что если бы мы, например, шли бы в Гонконг, а сегодня там Гонконг, где мы знаем, какие там революции зонтиков уже успели сказать, там просто это нормально пройдет, и более серьезные вещи проходили и так далее. Конечно, вот это все обсуждается. Благо, новые технологии позволяют нам смотреть телевидение во многих широтах, значит, естественно, что мы живем той же жизнью, что и Россия живет, и мир. Но у нас больше времени на это дело. Поэтому, ну, принято, что, скажем, за чаем не обсуждаем. Можно про футбол, пожалуй, поговорить. Про погоду. Недолго. Недолго. А то она используется. Да, есть какие-то приметы у вас? Да, примет это уже как-то меньше, потому что получаем надежный прогноз погоды. Это раньше говорят, чайка ходит по песку, моряку сулит тоску, и пока не влезла в воду, значит, штормову и жди погоду. Вот сколько живу, ни разу не смотрел на этих человек, где они ходят по песку и как они тоскуют. Вот, потому что существует прогноз погоды, очень точный, своевременный и уже знает, к чему готовиться. Но все равно же какие-то наблюдения. Есть свои выводы, как правильно это все определить? Да и по заходу смотришь, как заход, и как восход, и какое солнце там, и как оно садится, куда, и прочее, прочее. А рассветы, закаты разные в разных странах? Вот, в зависимости от широт. Вот в нашей широте, вот мы там 43 градуса, это одно. Никогда не увидишь, например, чтобы облако село в море. Ну, стоит выйти туда где-то градусов так за 30 или около этого, и вы знаете, вот такое впечатление, что нахожусь, если вот облачная погода, что находишься как в горах. Прямо из моря растут облака, причем самые разные, это вот, это потрясающая картина. И в тропиках такая же картина, очень интересная. И восходы, и заходы, да, каждый день фотографируют вот эти вот, солнце еще не село, все уже с фотоаппаратом. Но наши все равно самые красивые, не сомневайтесь. Да. Так что это все бывает, много чего интересного, и смотришь, и постоянно живешь, и потом еще и выставки устраивают. Потом у нас есть помощник по учебной части, Владимир Иванович Раминский, который занимается вот непосредственно организацией быта и досуга курсантов. То вечер гитарной музыки, то местные барды появились. Ничего себе. Вот, думаешь, откуда не у нас, ну нормально, сочиняют и поют, и узнаешь, что такое твердый, или как там, хат рок. Вот, ну нормально, в общем-то. Самодеятельность тоже имеет место. На полный ход, да. Тут надо куда-то идти, куда-то ехать, там какой-то кружок посещать, там или еще где-то. Там никуда и ехать не надо идти, тем более в каюте, в кубрике. А потом на ют вышли, пригласили, и на юте, в районе грота, значит, дискотека, а на следующий раз на юте, там вечер гитарной музыки. Причем очень хорошие ребята, и талантливые есть, и есть с музыкальным образованием, вот, и песни так хорошо поют. Ну, одним словом, и даже по заказу исполняют. Сегодня не попели, ну тут народ, естественно, возбуждается, и просят, что вот на следующее воскресенье, или через воскресенье принимают заказы. Для меня, например, я вот просил про ваше благородие, госпожу Удачу, с Камчедалов, там был один Леша, ну, это он пел, ну, позавидовать можно. Так что, ну, не один я заказывал песни. То есть, вот, правильно сэкономленное время, да, и в правильное русло расходуется. Да, да, да. Здорово. А какие вообще планы на жизни, если не брать, хотя как не брать, все равно с морем, да, связанные они будут? Да, я, знаете, я с тоской, конечно, думаю, что будет, когда море, одна радость, что в море не пересохнет, Бог даст, и океаны тоже. Ну, все течет, все меняется, конечно. Лично для меня в моря ходить пока позволит здоровье и жизнь. У вас какие-то здоровья? Я тоже на свое здоровье буду надеяться. И так, ну, подождите, у вас всего сколько, 30 лет, да? Ну, я имею в виду, что свяжу его с морями, пока позволит. И какая самая главная такая, не голубая мечта? Кругосветка. Кругосветка, да. Обязательно. А есть какая-то определенная, а то искали все разные, разные пути, есть ли какой-то определенный? Вот мы пообсуждали, ректор задал нам такое задание, направление, и мы пообсуждали. Выйти из Владивостока, обогнуть Африку, естественно, с посещением Киптауна, тем более Паллада недавно там была в Дорбане. Потом, естественно, пересечь южную часть Атлантики, обогнуть мыс-гор, вот. Ну, и потом пересечь наискосок Тихий океан и прийти домой. Вот это интересная кругосветка. И по большому кругу... Вы еще хотите кругосветку? Ах, тоже не хотите. Но все равно, это же очень так тяжело и сложно, это тоже определенный такой поступок большой. Ну, работа-то она у всех, и тяжелая, и сложная, и мы тоже не исключение в этом плане. Сказать, что это особая какая-то, тут может быть просто в силу того, что оторванность, ну, минимум месяца 8. Ну, это нормальная будничная работа. Вот кругосветка кому тяжело дается, нашим руководителям. Потому что смотреть по карте, где мы, вот так, вот так, вниз, там Африка, там же вообще уже людей нет, можно сказать. Одна Африка, и мы там где-то. Вот состояние, я просто представляю состояние. А потом еще и в Атлантике, а там еще и зима, у нас тут лето хорошо, а там же зима, там штормит и прочее, прочее. И как они пройдут, и что пройдут. Для нас это нормально. Идешь себе, доработаешь, и выполняешь свои функциональные обязанности. Самое главное, чтобы все успеть, потому что времени, как обычно, не хватает. Вот вы спрашиваете время от времени, про время, что мы делаем. Да. Катастрофически не хватает времени. Так, у вас его столько полезного, еще и не хватает. Его еще и не хватает. А вы города успеваете посмотреть? Какое-то впечатление составить? Потому что это... Ну, в целом, да. Да? Пообщаться с жителями, погулять. Обычно парусные корабли, когда приходят, это событие и для города, и для порта, и мы делаем открытый трап. И столько народу всякого разного. Тысячные толпы. Тысячные толпы. Это хоть Гонконг, хоть там Нагасаки, предположим, хоть там Новая Зеландия. Много наших, что Канада, что Америка. Много-много наших соотечественников, которые там живут, которые там оказались и так далее. В Испании, скажем, где Испания и где мы, на палату приходят люди из Владивостока. Говорят, вот никак не могли попасть в Владивостоке. Приехали в Испанию, и вы здесь. Ну, почему? Где еще они встретятся. Вот, это, конечно, очень-очень много. Поэтому устраиваются и экскурсии, и туры, и все прочее. Ну, сказать, что глубоко вникать, это не все могут. Конечно, есть и у нас ребята, пусть Павел скажет, что... Хотя тут уже знают о городе очень много, и вот хотел бы и то посмотреть, и туда бы сесть, и так далее. Мы вот стоим в Пусане, очень хороший морской музей, и, к сожалению, вот уже года два или три он, наверное, работает. Я еще никак до него не доберусь. Вот просто вот... А курсанты ахают и охают. Большой музей, международный круизный терминал на острове Йонда, и большой морской музей, и там много-много чего интересного. Ну, и наши там оставляют свои, причем не забывают, специально оставляют там и без козырку с надписью паллады, и тельняшку, и еще там что-то посеяли, и так далее, и тому подобное. Ну, все это музейный терминал. Значит, вернетесь, раз посеяли, значит... Да, пообещали, значит, выставить там и так далее. Ну, вот просто переживаю, что стоим рядом, буквально там 200-300 метров, а вот дойти хотя бы часик походить, а морский музей, это очень интересно. Нужно еще языками владеть, получается, чтобы больше знать, узнавать, общаться. Ну, конечно. Какими вы владеете языками? Ну, английский это обязательно, мы за него деньги получаем. А как в большинстве городов говорят портовые люди, все-таки на английском? Знаете, что касается официальной части, тут даже не вне всякого сомнения. Ну, есть хорошие места, типа интер-клуб, там, значит, что-нибудь такое, морской клуб, там, где можно прийти, сидят ребята с кораблей, с пароходов, иногда очень простые такие, иногда там еще что-то, обсуждают свои вечные проблемы. Вот, с ними можно присоединиться, поговорить, дримпы слегка там и так далее и тому подобное. Вот такой процесс общения. Конечно, там, где русские часто бывают, там все говорят по-русски, или, по крайней мере, хорошо понимают. Ну, вот, где русских меньше бывает, там, конечно, это экзотика, то есть, мы уже экзотика для них. Но, если нормальный пароход пришел, там одел спокойный нормальный клип и пошел по берегу, там, как и все, скажем, как тот же Австрал или Новозеландец. Ну, когда в морской форме, то ясное дело, что это уже не Австрал и не Новозеландец, это уже откуда-то другой человек. Вот, тем более информация всегда разлетается, я хорошо вспоминаю, как нас встречали в Канаде, в Америке, в Австралии, там же. Ну, это приходили вначале посмотреть, потом подружиться, потом со слезами прощались там и прочее, прочее. Ну, это все нормально, составная часть нашей жизни. Хотя, стоим в строю, отходим, тут тысячные толпы, значит, вот, многие курсанты иногда отпускаем в семьи пожить там какие-то. Вот, тут, значит, Маш, прощание славянке, тут у самого слеза капается, тут народ навзрыд, многие даже в воду падают. Ничего себе. Ну, толкают. Вот, всякое бывает. А вообще русские, как к русским относятся? Очень хорошо. Да? И везде с интересом. И везде с интересом. Знаете, Россия такая страна, без которой, или без упоминания которой, ничего не делается. Без нас делается кое-что и кое-где. Но то, что Россия всегда присутствует, ну, везде. Ну, Россия и Америка. Вот, и все темы, от Арктики до Антарктики. И от Африки до Южной Америки, Россия и Америка. Потом, когда начинаешь вникать, оказывается, что и другие страны есть. Их еще, примерно, 200. Может быть, даже чуть больше. Вот, ну, она первая. Ну, а Россия, это Россия. Ну, вот, моря бороздите. А в горы не хочется забираться? На сушу куда-нибудь, попутешествовать? Меня это пугает. Правда? Даже иди. Мачт хватает. Я как увижу какой-нибудь хороший фильм, типа вертикали, да? Вот, что человек без каски, и камень падает. То есть в горы? Вот это нет, могу сказать про себя, что ни в летчике, ни в альпинисты не хотел. Вот где-то очень рано захотел стать моряком. Поэтому все эти профессии, они, как-то понимаю, очень сложные, такие напряженные работы. Но не хотелось бы. На самолетах вообще не летаете, получается? Приходится. Приходится? Приходится. А куда приходится летать? Ну, вот у меня командировка с пятого по десятого в Москву, например. Понятное дело, пароходы туда не ходят. К сожалению, да? Да. Поэтому самолетом пользуемся. Ну, можно куда-нибудь добраться, до Норвегии, и там раз. Да, и там можно, конечно. Я походил немножко по европейским. Два года, ну, почти три года я командовал Седовым. Тоже учебный парусный бар в Мурманск, в Гостях университете. И там по европейским годам походил. Это и Германия, и Дания, и Норвегия. Ну, там это все, вся Европа, это вот от Владивостока до Торнея. Маленькая. Да. Ну, только там стран 8, 10, 12, вот это все. Тот же Владивосток, тут же Санкт-Петербург, тут же Финляндия, тут же Таллинн, тут же Норвегия. Тут же Шведы, тут же Германия, тут Дания, Франция, Англия, и вниз Испания. И все это настолько рядом, и все это 2000 миль. Руку протяни, да? Да, да, да. Здорово. К сожалению, нам пора заканчивать. Можете сказать какой-нибудь напоследок кредо? Чем в жизни руководствуетесь? Если какая-нибудь сложная ситуация, или сгрустнулась, например. О чем думаете в такие минуты? Да, если ситуация очень сложная, быстрее бы она закончилась, конечно же. Я не стою по русским, романтическим. А потом, когда все закончилось, думаешь, дай Бог, чтобы всегда были моря и океаны, и на них ходили корабли. И были русские моряки на них. Так, а у вас? Ну, мне того адреналина и той романтики, что бывает на Паладе, вполне хватает, поэтому этим удовольствуюсь. Чтобы меньше не было. Да. То есть все равно море, да, такое стабилизирует? Нет, чтобы выпало из ситуации, и как-то себя приходилось быстро приводить в форму? Да, даже если что-то замешкаешься, то или стропом поправят, или стропа, или труба, как вы говорите, упадет. Да, и как-то до этого не доходится. Очень много делаешь на автомате. Понимаете, корабль чем отличается от береговой жизни? Береговая жизнь, она мне кажется и сложнее, и взаимоотношения сложнее, и более пространственные, и объемные, и так далее. Корабль замкнутая территория. И потом, буквально, проходит немножко времени, настолько ко всему привыкаешь, руку протяни, и знаешь, что нужно делать. То есть шапку взял, например, положим, или еще что-то, и так далее. И поэтому, что бы ни делалось, какие бы стрессовые ситуации не были, очень много работы делалось чисто на автомате. Это потом надо домысливать, почему так сделал, а не так. Ну так надо, да и все, так и сделал, и прочее. Поэтому в этом плане у нас попроще как-то. Наработка идет, наработка, понятно, она тоже с годами приходит. Наверное, поэтому все такие с выправкой, да, морские люди, очень дисциплинированные. У них все выглажено, аккуратно, стойко. Поэтому, потому что до такой степени доведено все, до автоматизма все действия. И ко всему так относишься, да, и самоорганизация. Остается время и брюки погладить, и галфу завязать правильно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. И за интересы, за вопросы хорошие. В эфире была в Медиа Лайф, такие чудесные гости. Всего доброго, спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин